МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ближайшее время при содействии правительства Московской области ключевой питающий центр компании Россети Московский регион на Западе-Подмосковье ждет глобальная реконструкция. Реконструкции быть. Соответственно, мы сюда к двум трансформаторам по 40 мегавольт-ампер добавим еще два трансформатора по 63 мегавольт-ампер. То есть практически порядка 70 мегаватт еще дополнительной мощности, которую можно присоединять. И, соответственно, городской округ получит возможность развиваться, реконструироваться и строить в том числе новое жилье, новые социально-бытовые объекты. Министр энергетики Московской области Александр Самарин убедился в этом лично. Посетил подстанцию с рабочим визитом. Отметил, что ее реконструкция позволит повысить качество и надежность электроснабжения всего Одинцовского округа. На сегодняшний день она работает на пределах максимальной своей мощности. То есть сегодня мы не можем здесь развивать территорию в силу того, что установленная мощность пока этого не позволяет. Поэтому принято решение отреконструировать, добавить трансформаторы. Петр Алексеевич вам сказал сегодня об этом. Два новых трансформатора по 63 мегавольт-ампера, что даст возможность развития территории как жилищного строительства, так и промышленного клаустроя. Здесь будет построено новое здание общеподстанционного пункта управления. Современные высокоавтоматизированные технологии позволят осуществлять дистанционное наблюдение и управление энергообъектом. К двум трансформаторам добавят еще два. Это даст порядка 111 мегавольт-ампер дополнительной мощности. При том, что даже в минувшую холодную зиму подстанция работала без перебоев. Мы, во-первых, превысили исторический максимум нагрузки по московскому региону в целом, это Москва и Московская область, то есть 18 390 мегаватт у нас был максимум достигнут. До этого, конечно, таких цифр не доходили. Это и до 1991 года, когда был Советский Союз, и сейчас. Но и при этом, несмотря на то, что нагрузка выросла достаточно прилично, мы, в общем-то, очень неплохо перешли, прошли эту зиму. В реконструкцию объекта и усиление схемы электроснабжения по сети 110 кВт компания «Россити Московский регион» планирует вложить порядка 2 миллиардов рублей. Масштабная модернизация подстанции «Звенигород» значительно повысит надежность и качество электроснабжения потребителей всего Одинцовского городского округа и города «Звенигород» в частности. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...